Природа вокруг тебя. Мы не мыслим себе нашу страну без голубых озер, дремучих лесов, золотых полей и цветущих лугов. Мы радуемся теплому лету и яркому солнышку, холодной зиме и хрустящему снегу, ранней весне и золотой осени. Все это можно назвать одним словом – природа. Природа – это живой окружающий нас мир во всем бесконечном многообразии его проявлений. Даже сам человек является частью природы. Оглянитесь вокруг. Природа всегда рядом с нами. Даже если вы сидите в классе за партами, то из окошка будете видеть облака, которые проплывают мимо. Солнышко, которое с интересом заглядывает к вам в класс. Дождик, барабанищий по карнизу. Листок, залетевший в открытое окошко. А вот то, что находится в классе и сделано руками человека, не будет относиться к природе. Посмотри, мой милый друг, что находится вокруг. Небо светло-голубое. Солнце светит золотое. Ветер листьями играет. Тучка в небе проплывает. Поле, речка и трава. Горы, воздух и листва. Птицы, звери и леса. Гром, туманы и роса. Человек и время года. Это все вокруг природа. Рассмотрите рисунки и определите, что относится к природе. К природе будут относиться дерево, цветок, снег, кот, лужа, луна, бабочка. А все остальное сделано руками человека и природой не является. Не все, что относится к природе, имеет форму, цвет, запах. Иногда эти объекты нельзя потрогать. Солнечное тепло, ветер, мороз мы только ощущаем. Гром можем только слышать, а молнию только видеть. Эти явления также относятся к природе, поэтому мы их называем природными явлениями. Хорошая вещь азбука. В ней всего только 33 буквы. Но зная эти 33 буквы, можно прочесть самую толстую книгу. Можно узнать обо всем на свете. Но есть другая азбука, которую должен знать каждый, кто хочет быть по-настоящему грамотным человеком. Это азбука природы. В ней тысячи букв. Для неграмотного человека все звезды похожи одна на другую. А грамотный человек знает каждую по имени и может сказать, чем она отличается от другой. Облака – это тоже буквы небесной книги. По облакам можно предсказать грозу или затяжной дождь. Птицы тоже многому могут научить того, кто внимательно к ним приглядывается. Чтобы выучить азбуку природы, надо с малых лет внимательно относиться к природе, запоминать и делать выводы. Если что-то непонятно, можно найти ответ в книгах или спросить у старших. Что это за камень, какое-то дерево, как эта птица называется, чьи-то следы на снегу. Здравствуйте, ребята! Я Всезнайка из города «Почему?». И сегодня я вам расскажу, почему небо голубое. В самом деле, почему? Ведь небо – это воздух, такой же, как тот, что окружает нас. Мы им дышим, но мы его не видим. Он прозрачный, бесцветный. А вот высоко над головой он почему-то становится голубым. Небо везде голубое. На севере оно бледное, на юге синее-синее. У нас в средней полосе сочное голубое. Почему? Откуда берутся чудесные цвета и оттенки ясного неба? Оказывается, это солнечный луч окрашивает воздух высоко над нашей головой. Луч солнца многоцветный. Проходя через толстый слой воздуха, он рассеивается, разбрызгивает все цвета радуги. Но больше всего фиолетовую, синюю и голубую части. И поэтому небо окрашивается голубым цветом. Потому что цвет неба – это голубые брызги разноцветного солнечного луча. Ребята, берегите природу. От каждого из нас зависит, что останется на планете Земля после нас. Природа – сложная система. Она живая и очень чувствительная. Сорвав красивый цветок, подумай, может, из-за того, что ты сделал, эту красоту никогда не увидят будущее поколение. Живи по законам природы. Дружи с природой, а не подчиняй ее себе. Человек – хозяин природы, а она – кладовая солнца со всеми сокровищами жизни. Рыбе нужна вода, птицам нужен воздух, животным лес, степи, горы, а человеку нужна природа. Ребята, берегите природу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин